Настоящая ценность заключается в том, чтобы быть полезным. И это от меня уже не зависит, потому что это божественная сила. Если я настроился правильно, то между нами будет гармония с самого начала, то есть люди придут и настроятся правильно. Если я настроен неправильно, то настроение у вас тоже будет другое. Таким образом, смотрите, то есть идея в чём заключается? В том, что у человека есть внутренняя какая-то жизнь, внутренняя жизнь. В действии есть два аспекта. Первый аспект называется предварительное действие. Второй аспект называется само действие. Допустим, если я решил сказать слова любви, у меня есть любимая девушка, и решил слова любви сказать. Некоторые тренируются в действии. То есть они думают, что я буду говорить вот так, то есть я цветы вот так поставлю, посмотрю на неё вот так, и скажу, я люблю тебя, я тебя люблю. Вот, но не всегда работает, потому что девушка подумает, клоун какой-то. Видите, здесь нужно что-то другое. Это называется предварительное действие. Предварительное действие означает молитва или внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь — это отношение с той силой, которая даёт тебе санкцию быть счастливым. В чём-то, допустим, девушка хочет выйти замуж. Чаще всего она что делает? Красть, коррессируется, когда одной ногой пишет, другой зачёркивает. Ну, то есть пытается как-то привлекать к себе внимание. Ну, в принципе, если она молодая, красивая, никаких трудностей нет. Внимание будет привлекаться. Вопрос какой? Вопрос кого? Внимание будет привлекаться. Вот в чём вопрос. И здесь уже как ни рисуй, ни пиши, ни раскрашивай, выбора нет. Если не было совершено предварительное действие. Поэтому в древней культуре девушки уже с 7 лет, девочки начинали совершать аскезы для того, чтобы правильно выйти замуж. То есть они готовили себе будущую жизнь семейную с помощью внутренней жизни. Вот это предварительное действие — это то, что от нас зависит полностью. Вот, допустим, если я попросил у кого-то прощения, то потом, когда я перехожу общаться с ним, то мне уже общаться легко. Но легко или легко общаться будет, это уже решено заранее, благодаря моей внутренней жизни. Мы со всеми событиями, поступками, которые нас окружают, соединены внутренней силой, силой сердца. И эту силу не обманешь. Если эта сила говорит, будешь наказан, значит, будешь наказан. Но если ты совершаешь внутреннюю жизнь и молишься, то тогда в этом случае наказание будет слабее или вообще пройдет. Таким образом, видите, эпиктит говорит, что то, что от нас зависит, это не внешние вещи, а внутренние. Люди часто не понимают, что только внутренняя жизнь. Допустим, человек приходит домой, раз, телевизор смотрит, пошел расслабляться. Какая передача лучше? Нет, поможет. Но это не внутренняя жизнь. Это внешняя жизнь. Потому что внешняя жизнь — это жизнь в работе над собой. Из разных правил и техники этой работы над собой. Например, некоторые люди просто садятся и успокаивают ум, настраиваются на гармонию с окружающим миром. Допустим, они в лесу сидят. Возле нефтяного завода, нефтеперерабатывающего завода в гармонию не вступишь с миром. Ты можешь купить, но ты сам станешь как нефтеперерабатывающий завод. То есть, ты будешь таким бензином лезть. Ну, то есть, надо это делать где? В лесу. Копитера подходит, нет? Нет. Метод не подходит. Непрактичный в наше время. Если я в гармонию соступаю с асфальтовыми дорогами, то не всегда это дает хороший результат. Вот. Но другие практики — это практика, допустим, поста, аскезы какой-то. Тоже хорошая практика. Она что-то делает? Делает характер стойким, крепким. То есть, я по Питеру иду, и я уже на меня ничего не влияет. Я очень крепкий. Я совершил аскезу. Но что у тебя там внутри? Вот в чем вопрос. Если у тебя внутри не то, что надо, то зачем тебе это надо? Лучше бы на тебя повлияли. Таким образом, если ты в своей внутренней жизни настраиваешься на чистоту, допустим, на святого человека, на святую землю, на священное писание, тогда в этом случае ты получаешь изменения в сердце, трансформации происходят в сердце. И святой человек не связан никак с экологией. Какая бы экология ни была в окружающем мире, как бы ни было плохо здесь вокруг, святой человек всегда остается святым человеком. Ничего не меняется. Это пространство неизменно. Поэтому, когда человек настраивается на чистоту другого человека, то в его сердце наступает облегчение. Ему становится легче. Это признак того, что я совершил усилия по изменению своей судьбы. Сейчас я вам это докажу. Вот я просто об этом и говорю. И у многих людей в сердце уже стало легче просто потому, что я об этом говорю. Потому что есть такая функция. У нас в сердце находится голос совести. Голос совести, или как на бедах говорит свет, душа. Это представительство Бога. Совесть, правда, энергия, счастье, понимание, куда мне идти, не от меня зависит. Это зависит от тех сил, которые мне дают знания. Они не трогают меня. То есть некоторые говорят, что ты объясняешь, что мы какие-то зомбированные все, зависим от каких-то сил. Нет, пожалуйста, мы можем жить как угодно, но они хотят нам помочь. Означает готовы помочь. Дают знания, если мы обращаемся к ним. Итак, когда у человека в сердце неудовлетворенность, значит, он идет не тем путем. Когда у человека в сердце возникает радость, удовлетворение, спокойствие, сила, то это означает, что его жизнь становится лучше. Я просто сказал о том, что святость, мысль о святом человеке, молитва направлена на святой объект, священный объект, дает человеку облегчение в жизни и победу над судьбой. Просто сказал об этом. Кого сейчас в сердце стало легче, поднимите руку. Видите, сколько людей. То есть это означает, что это работает, это правильный путь. Итак, самосовершенствование в самом лучшем выражении как раз означает перенимать, перенятие. То есть мы все связаны друг с другом в отношении, особенно в отношении к любви. Веда говорится, что если человек строит отношения любви с деградируемым человеком, ну, допустим, ты с ним общаешься, очень нежно и по-доброму, и близко, а он в это время, допустим, наркотики употребляет, то ты перенимаешь от него этот вкус. На тонком плане. Твой разум оскверняется этим вкусом. Приводится такой пример, если человек находится в публичном доме, он не занимается там ничем плохим, просто там находится, то через какое-то время ему захочется там заниматься тем же самым. Это неизбежно. Таким образом, вкус отношений является главной силой, меняющей судьбу человека. Но если мы строим отношения со святостью близкие, то тогда мы также перенимаем святость. Святость — это не то, что на небушке сидит, чужое какое-то. Святость — это то, каким мы должны быть. Мы все души, то есть мы духовную природу имеем. И душа, когда она сама стала вот такой, какая она есть, это означает святость. Это мы с вами должны быть такими. Не там дядя какой-то на небушке, а мы с вами должны быть. Но мы можем это только перенять от кого-то. Потому что в современном мире этого нет. Люди не имеют возвышенных отношений друг с другом, если они к этому не стремятся. И само по себе возвышенные отношения — это непросто. Вот на таких лекциях, допустим, невозможно. Но если вы сейчас выйдете на улицу, начнете возвышенные темы говорить, очень быстро разговор сведется к сплетням, к тому, что все плохо или еще к чему-то подобному. Так? Когда человек побеждает свою судьбу с помощью внутренней жизни, в его сердце наступает благоденствие, благодать. Усилия прилагать к внешним вещам нужно только в том случае, если на это есть санкция. Опять же. Вот смотрите, в чем это выражается. Допустим, я устраиваю, ищу себе работу. Как я должна искать работу? Я должна совершать молитву. Чувствовать, что у меня все получится в сердце. А если не получится, чем искать? Надо дальше молиться, пока не почувствуешь, что получится. Когда ты почувствовал, что получится, дальше удача начнет двигать твою судьбу. Тебе дальше надо звонить, все изучать. Санкции уже есть. И ты звонишь, где-то говорят, можете приезжать к нам. Но в сердце ответ, лучше не приезжать. Дальше звоните. Но так как хочется быстрее на работу, думаешь, нет, поеду. Наверное, сердце ошибается. Сердце никогда не ошибается. Если вы молились, вы направлены в свое сердце, настроено чистый лад, то здесь не то. Дальше звоним, дальше раз. Спокойно, спокойно как-то хорошо. В этом мире самое лучшее это спокойное. Не сильно хорошее и не сильно плохое. Сильно хорошее. Ой, нам такой дом предложили. Давай быстрее покупать. Сказали быстрее за один день, надо немедленно купить. Все это за самым. Это значит, что там будет прокол. Сто процентов. Потому что там нет спокойствия. Когда ты выходишь замуж правильно, в сердце как? Есть несколько вариантов. Сильная страсть. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Это не даст ничего хорошего. Страсть означает. Нет разума. Разум расплавлен. Люди ничего не соображают в этом состоянии. Но все стремятся к этому. Это чувство очень манит. Но там нет победы в этом чувстве. Сейчас я со своим другом, близким разговариваю. У него такая ситуация в жизни. Но там нет победы. Он ничего не соображает. Он смотрит на меня. Говорит, я себя не контролирую. Я говорю, правильно. Потому что не то чувство. Нет победы. Второе чувство. Не тот человек. Опять неправильно. И хорошее чувство. Спокойно. Значит, надо создавать семью. Но если через пять лет совместной жизни вы чувствуете не тот человек, это значит, что вы не чистите зубы своей судьбы. Она вонять начала, судьба. Уже воняет судьба. Надо чистить отношения. Опять же, внутреннюю жизнь. Прощать, просить прощения. Почувствуйте в своем сердце, какие у вас отношения с близким человеком. Он уже в вашем сердце давно далекий уже. Может, скоро он уйдет уже от этого. Нам некогда строить отношения, или иначе у нас много работы. Это означает глупость. Для чего мы работаем? Для того, чтобы строить отношения. Если слишком много работы, подумайте, может быть, стоит поменять работу. Или меньше, а не думать. Внутренняя жизнь создает решение вопросов на работе. Если бы он стал беспокоиться о том, удастся ли ему удержаться истины и избежать лжи, то я сказал бы, успокойся. То, что тревожит тебя, находится в твоих собственных руках. Опять не надо тревожиться. Надо просто дальше совершать внутреннюю жизнь. Гляди только за своими мыслями и поступками и старайся всячески совершать внутреннюю жизнь. Не надо думать, что будет, что будет. Если ты совершаешь внутреннюю жизнь, все, что не получится, ты обернешь себе на пользу. Все, что не случается, это тебе награда, если ты совершаешь внутреннюю жизнь. А если не совершаешь все, что не случается, это тебе наказание. Например, ты хорошо вышла замуж, вот уже хорошо нашла себе хорошего человека, но не совершаешь внутреннюю жизнь. Это плохо. Почему? Потому что Бог тебе дал подарок, а ты им не пользуешься правильно. Отношения будут разрушены, а дальше опять, может быть, такого варианта уже не получится. Так зачем тебе сейчас хороший человек, если ты не готова к этому? Стань готовой. Учись держать отношения в правильном русском. А если я умру в борьбе с несчастьями? Ну и что же? В таком случае ты оставишь тело смертью человека честного, совершая то, что ты должен совершать. Нужно же тебе все равно оставить тело. И уход из жизни должен застать тебя за каким-то важным делом. Я бы, например, был доволен, если бы уход из жизни заставил меня за делом достойным человека, за добрым делом и полезным всем людям. Или вот чтобы он застал меня в то время, когда я стараюсь исправить себя. Тогда бы я мог поднять руки Богу и сказать ему, Господи, ты знаешь сам, что я воспользовался тем, что ты дал мне для понимания твоих законов. Упрекал ли я тебя наказание, которое ты мне дал? Возмущался ли я против того, что со мной случилось? Уклонялся ли я от исполнения своего долга? Благодарю тебя за то, что я родился, и за все твои испытания, и за все твои дары. Я пользовался ими довольно. Возьми назад все и распорядись всем, как тебе угодно. Ведь все, что со мной происходит, это твое. Видите, какая мудрость? Когда человек так настроен, нет поражения в его жизни. Однозначно, что у нас будут наказания. Мы не все хорошее совершали в этой жизни. Если бы мы совершали все хорошо в прошлой жизни, тогда мы бы здесь не родились. И это объясняет, что Земля находится во Вселенной посередине. То есть есть высшие планеты, как христиане говорят, рай. Есть низшие планеты, как говорят, ад. На низшие попадают те, кто делает только дурные поступки. На высшие те, кто хорошие поступки только совершает. Мы попали посередине. Означает, что у нас примерно поровну, и хороших делают плохих. Означает, в жизни обязательно будут трудности и потери. Ты сказала, поверь, но прожить без потерь невозможно. То есть это неизбежность. Поэтому надо смело идти вперед. Человек не должен бояться потери трудностей. Все это означает только одно, что они будут закалять нас, если мы делаем сейчас то, что от нас зависит. Вот что от меня зависит? Если я рано встаю, я счастлив. Рано ложусь, я счастлив. Почему? Потому что, когда я встаю поздно, солнце душит меня. Когда я встаю раньше, оно дает мне силы. Солнце управляет режимом дня. Поэтому все живое рано утром расцветает, а вечером ложится спать. Если вы не согласны с этим, заставьте тогда птичек петь ночью, а не вечером, а не утром вернее. И заставьте тогда растения расцветать ночью, а не днем. Вы не можете этого сделать. Потому что есть законы, как человек должен жить. Этими законами управляют движение солнца. Луна человеку дает отдых. Если человек не спит под луной, значит тогда, если он спит днем, значит он не будет отдыхать. Это бунтарь. Или наказанный человек, который наказан работой неправильной, плохой. Нужно опять же внутреннюю жизнь совершать, чтобы поменять работу. Потому что наказание означает наказание. Если я питаюсь правильно, это значит, что я делаю то, что от меня зависит. Потому что есть благостная пища, и страстная, и невежественная. Мы говорим сейчас не о белках, жирах, углеводах. В зависимости от концепции жизни человека, он принимает такую философию. Если себя человек считает вот этим телом, то тогда значит он ест белки, жиры, глилоды, витамины. Если человек себя считает тонким телом, значит он ест прану в пище. Это значит, что он будет ест свежую пищу, а не прошлогоднюю. Он себя считает праной. Ему важно здоровье. Он уже пришел к этому пониманию. Не просто как бы тело красивое, а он хочет быть здоровым. Нужно здоровье означает движение, означает жизнь. В свежей пище есть сила, дающая здоровье. Но если человек считает себя умом, значит он тогда будет есть вкусную пищу, потому что ему нужны изящные вкусы уже в пище. Ему не нужно просто белки, жиры, углеводы есть. Ему нужно хорошее блюдо есть. Если человек воспринимает себя как разум, тогда он ест пищу, которая находится только в благости, потому что каждая пища имеет свой характер. Характер мясной пищи – это пища проклятая. То есть животные, выходя в тонком теле, оставаясь, когда их убивают, грубое тело, они проклинают тех, кто их убил. Также это мясо становится источником страдания. Как страдают люди, которые едят мясо? Они увеличивают в своем сердце, в своей жизни страх, страх и... страх и агрессивность. Два фактора – страх и агрессивность. Когда человек ест растительную пищу, ни страха, ни агрессивности в его жизни не увеличивается. Некоторые говорят, мы не то, что мы едим, а то, что из нас выходит. Это факт. Если ты способен силой молитвы переваривать мясо, то можно и вместе с мясом стать возвышенным человеком. Есть мясо и быть возвышенным человеком. Возможно. Я вам сейчас приведу один пример. Я как-то покушал у одного человека, который не ведет достаточно возвышенный образ жизни. Потом я пришел домой, на следующий день я с утра начал свою практику, настраиваться на молитву, на возвышенные отношения. Почувствовал, сразу вспомнил этого человека, почему-то и почувствовал себя очень тяжело. То есть молитву я боролся с тем, что произошло вчера. И я решил, что я не способен на такую жизнь. Я не хочу убивать свою жизнь тем, что от меня зависит. От меня зависит, что я буду кушать. Это факт. Потому что мы не в войне, не в войну живем. Когда блокада была в Ренграде, от нас это не зависело. Человек кушал все, что мог. И ведок говорится, что это не является правлением его судьбы в это время. Просто выживает. Мышечек ел, кожечек ел, воробушек. И он просто выживал. И это не является грехом. Но когда у человека есть выбор, то он должен выбрать ту пищу, которая не приводит его к депрессии, страху и разгражительности. Наверное, скажете, Мария Геннадьевич, вы загибаете что-то конкретное. Я вообще-то не для этого на лекцию пришла. Хорошо. Представьте себя в месте, где кто-то оставил тело. Какие эмоции возникают? Страх и внутреннее напряжение неустойчивое. Как проэкспериментировать. Но животное тоже оставляет тело. Это тоже самое, какая разница. Потому что животное, оно осознает себя. Растения не осознают себя. Они находятся в глубоком сне. Когда веточки у деревьев отрезают, то деревья растут еще лучше. Потому что это их чуть-чуть пробуждает. Но когда лапку у поросенка отрезают, лапка лучше не растет. В этом разница заключается. Вы со мной не согласны? Я не против. Я не наставил. Я говорю просто о том, что от нас это зависит. Вот допустим, что вы кушаете, такова будет ваша жизнь. Если вы говорите, что Бог благословил всю пищу, тогда можно есть аборты. В Таиланде сейчас едят абортированных детей в ресторанах. И из плаценты готовят также пищу. Это тоже благословил Бога. Видите, пища бывает разной частоты. Если, допустим, кто-то защищает какую-то пищу, значит, она ему нравится. Пища очень сильно связана с психиком человека. Видите, люди во время лекции начали высказываться. Нарушился естественный ход жизни во время лекции. Это значит сильная привязанность. Есть сильные такие энергии, которые очень трудно управлять. Например, если я буду говорить сейчас, что неправильно жить с любовником, у которого есть жена, то тоже кто-то может высказаться. Потому что это тоже очень больно слышать. Но есть темы очень болезненные. То есть я могу сказать, что не надо слишком много заниматься сексом. Это разрушает силы в жизни. Это то, что от нас зависит. Так, коллеги, значит... Может, у вас импотенция? Конечно. Когда мы говорим о очень сильных энергиях, то у человека сразу возникает протест. Стоп! Ты что хочешь? Лишить меня счастья? Нет. Я хочу, чтобы его было больше. Надо изучать эту жизнь. Итак, пища это то, что от нас зависит. Люди должны изучать, что кушать. Допустим, в православных монастырях не едят мясо. Сергей Разничский не ел мясо. Серафим Саровский не ел мясо. И так далее. Чем же они так питались? Надо изучать этот вопрос. Если они такие сильные, почему бы им есть все подряд? Чем сильнее человек, тем больше он может переварить карму. Он может есть все, что угодно. У него огромная сила. Но почему эти святоши, эти великие личности ограничивали себя в этой пище? Потому что она влияет на нашу жизнь. Зачем бороться с тем, что можно обойти? Зачем себе создавать лишние препятствия в жизни? Так пища влияет на нашу судьбу. Вода ли влияет на нашу судьбу? Мы ехали сейчас в самолете летели с одним многим человеком рядом. Он занимается водой. И он спросил меня, что вы считаете самые лучшие способы для очищения для воды? А я здесь... Что мне считать? То есть есть знание, которое я изучаю, и оно говорит, что электрическая энергия, с помощью которой сейчас пытаются очищать воду, электромагнитные волны, всякие плюсы, минусы, холодная, горячая, холодная, живая вода, мертвая вода, все это обман. Воду можно очистить только светом Солнца, светом Луны, драгоценными металлами, а также драгоценными камнями. Это самый лучший способ. Я не говорю про химическое очищение воды, фильтры. Это сам Бог делил. Это нормально. Потому что вода может быть еще химически загрязнена. Если мы говорим о биологической структуре воды, то если вы хотите, чтобы вода вас успокаивала, снимала воспалительный процесс, улучшала сон, ставьте ее на ночь под свет Луны перед окном. Если вы хотите, чтобы вода увеличивала пищеварение, чтобы она активизировала, сдавала вам тону, ставьте ее под светом Солнца. Если вы хотите, чтобы вода обеззараживала, охлаждала, укладите серебро. Если вы хотите, чтобы вода отдавала силу иммунитета, победу над трудностями, укладите золото. Если вы хотите, чтобы вода давала силу каких-то планетам, влияние каких-то планет, планете камни, драгоценные воды, связанные с этим планетом, все. Это будет давать силу воде. Вода дает нам, изменяет нашу жизнь, влияет на нашу жизнь. От нас зависит, где жить. Но не всегда. Когда человек скован на ситуацию, в которой находится. Но если от вас это вдруг стало зависеть, живите там, где больше природы. Потому что там, где больше природы, там легче побеждать проблемы своей жизни. Потому что, естественно, среда, где есть природа, она настраивает человека на очень сильный, спокойный лад, в котором есть способность быть спокойным, здоровым, счастливым, удовлетворенным и побеждать свою судьбу. Если есть возможность, надо выезжать на природу и общаться с природой, потому что это то, что дал нам Бог для здоровья. Люди сейчас часто лечатся чем-то. Электрофорестом, ядерно-магнитный резонанс, еще что-нибудь. Это все бред. Лечиться надо силой деревьев, солнца, земли. Нам кажется, что это не лечит, это просто как бы наслаждение, это просто отдых. Это огромная сила лечебная, огромная сила просто. Самое лучшее лечение с помощью грязи протекает. Люди приезжают, просто общаются с землей. Ложатся там, в этой грязи, очень сильный эффект. Солнце, если люди правильно с солнцем относятся, есть солярий такой метод, очень мощное лечение, многие болезни вылечат. С деревьями, мы сейчас с деревьями занимаемся, очень мощная методика, мощная сила. Травой, землей, горами, люди в горы едут, здоровье становится больше. Одни люди проводят больницу отпуска, другие проводят там, где есть природа. Но лучше не ехать туда, где чужая природа, где очень жарко, где очень экзотично, там нет здоровья. Здоровье в своей природе. Едьте, где вот монастырь, возле монастыря лес какой-то, монастырская гостиница, побыть там, помолиться и побыть с Богом ближе две недели. Это очень мощно помогает и в здоровье, и в судьбе. Потому что психическая станция человека глубже, чем его здоровье. Например, вчера у меня была консультация по нашим методикам, и один молодой человек, у него неизлечимость заболеваний кишечника. Он написал мне, что он уже не болеет, почувствовал себя лучше, он просто поехал в монастырь, и там три раза рядом с ним человек помолился воздушным. Все, до свидания, болезнь. Он чувствует ее. Уже несколько месяцев нет проведения этой болезни, она не лечится современной медицей. Видите, духовный план выше, чем тонкий план, тонкий план выше, чем грубый план. Когда человек меняет духовный план, у него может все само собой восстанавливаться, начать естественным образом. может ли быть лучшая смерть, чтобы дожить до такой смерти, тебе не нужно много лишиться, многого лишиться, хотя правда, этим самым ты многое приобретешь. если ты захочешь удержать, что не твое, то ты непременно потеряешь и то, что твое. Например, дом не строится. Мы можем строить дом? Можем. Если это само собой по судьбе идет. Как идет стройка? Само собой по судьбе. Раз, стройка остановилась. Хочу, чтобы не останавливалась. Дальше, вылазить, не могу. Потому что тебе надо пахать, как и шаг будет потом. И то все эти деньги непонятно куда уходят. Кругом истерия. Надо больше денег. То есть денег больше, работает больше, отношений меньше. Начинается ругань. Отдыха нет. Я уже начал болеть от того, что я много работаю. Дом чуть-чуть побыстрее строится. Но это от меня не зависит. Я начал вкладывать силы туда, где разрушается моя жизнь. Пускай строится само собой. Как сердце велит, спокойно. Строится, не торопясь. Или стоит, вообще не строится какое-то время. Это нормально. Но если я начал вкладывать силы в то, что от меня не зависит, я не могу выйти замуж. Вот здесь сердце говорится женщине. Ты не можешь выйти замуж. Ей говорится. И дальше что она делает? Да, я хочу выйти замуж. Все, началось. Стать еще больше некрасивой становится. Почему? Потому что это от тебя не зависит. Если тебе здесь сказано, ты не можешь выйти замуж, но тогда начни молиться, работать над собой. и вот здесь появится чувство «я могу выйти замуж». Вот здесь чувство появляется. У женщины появляется чувство «ты не можешь зачать ребенка». Хорошо, очищай свой организм, очищай свое существование, лечись. Я могу зачать ребенка. Это чувство. У женщины, когда она чувствует «я могу зачать ребенка». Мне по этому вопросу становится «все хорошо». чувствует, что «я могу с этим». Муж тоже чувствует, вот сразу к жене начинает притягивать, на нее бросаться начинает. Видите, то есть идея в чем заключается? в том, что все там есть уже, там все понятно. Но если человек сражается с тем, что уже создано судьбой, зачем с этим сражаться? Надо это менять. Сначала предварительное действие совершать, делать то, что от нас зависит. От нас зависит режим дня, правильное питание, от нас зависит как мы относимся к другим людям. Простил, не простил, вот это зависит от меня. Я простил, отношение лучше. Директор завода увольняет меня с работы. Хорошо. Я простил? Я хорошо к нему отношусь? Нет. Я правильно работаю? Это от тебя зависит. Правильно? Честно работаю или не честно? От меня зависит. Я честно работаю? Нет. Так вот это объем твоей работы. Не надо к нему приходить и говорить не увольняйте меня и одевайся. Ему все равно что вы скажете. Это от вас не зависит. Это еще хуже сделает. И почему человек так сильно страдает? Потому что его сила, как у нас есть сила побеждать судьбу. Бог всегда дает такую силу. Но куда она идет? Она идет не туда. Мне нужна машина. нужна машина. Мне нужна машина. Ну ты же ездишь? Езжу. Ну ты ездишь дальше. Как можешь. Молись, работай над собой, трудись, какие спокойные деньги. Делай то, что от тебя зависит. Но если ты берешь большой кредит, что мы делаем? То, что от меня не зависит. От меня не зависит, выплачу этот кредит или нет. Меня это не зависит. Я не знаю, выплачу или нет. Нет, Олег Геннадьевич, я знаю, знаю, знаю. Хорошо, проверим. Если выплатить, значит вам с обрыва. Я выживу. Посмотрим. Если выживите, хорошо, можете еще раз прыгнуть. Я считаю, что вы можете не выжить. И так человек просто спокойно купит деньги. Но машина сейчас нужна, но это от тебя не зависит. Если я сейчас покупаю машину, что происходит? Я отдаю себе рабство судьбы. это спортплатон. А теперь правильный ответ. Потерял квартиру вместе с машиной. Потому что мы не знаем завтра мы будем болеть или нет. Уволят нас с работы или нет. Мы этого не знаем. От нас это не зависит. Но хочется, 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 хочется. Это уже другой вопрос. Это означает жизнь идет в неправильном русле, потому что человек должен хотеть то, что от него зависит. Я должен улучшать свои качества жизни внутренней, молитву, работу над собой. Для чего? Для того, чтобы у меня больше было благочестия. Когда у человека становится благочестия больше, он становится более могущественным. Что такое могущество? Это способность ответственно работать, влиять на старших, что тебя будут повышать на службе. У тебя будет другая речь, другая память, другие отношения с людьми, другая удача, другие отношения, другие знакомства. Все это является причиной благочестия, которое у человека внутри есть. Он сияет своим благочестием. А он мне нравится, нравится, нравится. Значит, есть какая-то сила от человека исходит. Сила называет силой благочестия. Она не только в отношениях любви бывает, она также в деловых отношениях бывает. Человек должен копить свое благочестие. Когда оно у него есть, тогда он естественным образом занимает то положение, в котором ему легче купить машину. Но в это время он уже не думает о машине. Думает о самолете. Человеку никогда не хочет то, что легко купить. Как раз именно так надо жить. То есть надо приобретать то, что нормально, спокойно можно взять. Зачем думать о том, что тебе не принадлежит. А мне стеснятся острова и удивительные страны.